Спасатели отдают киевлянке Ангелине ее пса, который находился в доме во время ракетного обстрела столицы. Дом женщины практически полностью разрушен. Помимо собаки тут во время удара была ее дочь и внучка. Теперь они в больнице. Сама женщина в это время была на работе. У нас был прилет, маму прикинула, прикидала, и она вот в ключе. Я бы ничего не слышала. По словам врачей, жизни дочери и внучки сейчас ничего не угрожает. Однако впереди еще несколько сложных операций. Страшно смотреть на все, сколько матерей плачет, сколько все. Я хочу, чтобы кинули на Москву что-то такое, чтобы она провалилась под землю с Путином. По данным украинских властей, силы ПВО сбили на столице 16 из 16 выпущенных ракет. Разрушение в Киеве, говорят, это результат падения обломков. Некоторые дома уничтожены полностью. Так, к примеру, выглядит дом пенсионера Леонида Подкурина. Во время удара он в нем находился и чудом не пострадал. Это было начало 9-го. Я просыпался, думал, сейчас приму душ, побрею. Все это время прогремел выстрел. Я не понял, что это такое. Потом, когда глаза открыл, вижу, справа от меня дверь вырвало, и там обрушение. Первое, что у меня было в голове, это, что с сыном. Я кричу, Саня, как ты там? Ты жив? На второй раз он ответил, да, жив. Вот это меня успокоило. От падения обломков пострадал в основном частный сектор, также промышленное предприятие и детская площадка. Киевлянка Наталья, также жительница частного сектора, до сих пор в шоковом состоянии. Рассказывает, как спасалась сама и спасала сына. Мы слышали вибухи, мы начали текать в погреб. Трошки не встыгли. Я с детьми была, дитиной 7 лет. Кинула дитину под себя на клумбу, впали, прикрыла его. Вот, вышли, посмотрели картину. Вот такая у нас картина. Вот так наши брати славяне, россияне нас любят и нас витают. В Киевской области силы ПВО сбили не все ракеты. Две из них повредили несколько десятков домов, а также областную психиатрическую больницу в поселке Глеваха. Радостного мало перед Новым годом. Подарок, конечно, сволочи. Идемте там, посмотрите. Чтобы показать выбитые стекла в больнице, журналистов встречает врач Нелли Кирнес. Рассказывает о ракетном ударе и отмечает, для нее это уже вторая российская атака. Предыдущая была 28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения. Тогда ракета попала в ее дом. Женщина получила тяжелые травмы. Руки и лицо Нелли в шрамах. Час не лікує все це. Промайнуло в душі моїй, в моих мислях. Все це згадалося. Никому це не побажаю. Це дуже тяжко переживати, переносити. Продолжение следует...